Владлена, давайте знакомиться. Здравствуйте. Я выигрывала во многих конкурсах красоты, но, к сожалению, в личной жизни мне не повезло. Я пришла на эту передачу, чтобы исправить эту ситуацию и найти своего избранника. И в этом мне поможет моя сестра Регина. Владлена, 20 лет. Переехала к возлюбленному в Монте-Карло, но выяснилось, что он женат. Обещал ей, что разведётся, но потом передумал. После того, как стал поднимать на неё руку, вернулась обратно в Россию. Владлена – менеджер в страховой компании. Победила в конкурсе «Мисс Белгород» и вошла в ТОП-15 «Мисс Россия». Учит детей музыки, изучает французский язык и любит готовить. Мечтает самостоятельно купить квартиру в Москве. Владлена никогда не обратит внимания на неопрятного, безответственного и грубого мужчину. Её избранник должен быть финансово состоятельным, обладать отменным чувством юмора, быть пунктуальным и не бросать слов на ветер. Сколько я видела девчонок, похожих на вас, как клоны, снующих из одного отеля в другой, из одного клуба в другой, в Монте-Карло. Представить себе не можешь. И как жаль вас, правда, на самом деле, потому что абсолютно недостойные толстосумы, пожилые, лысые, считают, что уже от того, что у них есть деньги, они имеют много возможностей. Нет, а там все молодые. Там после 20 уже делать нечего. До 20. И они не стесняясь и так провожают взглядом. Это страшное дело. Владлен, а сестре своей, если она вдруг туда вострит лыжи, будете отговаривать? Нет, конечно. Не отпущу никуда. Будете отговаривать, да? Потому что это, знаете, «Билет в один конец» называется. Паша, что за ним имел? Влюбился? Такая девушка шикарная, с горящими глазами, полными страсти. Но сегодня не твой день. Она прозревает впечатление. Но, может быть, ваша история отличается? Может быть, ваша история оригинальнее других? Сколько лет вам было, когда вы уехали? Восемнадцать. Восемнадцать? За какой-то мечтой поехали? Нет, если честно, я просто общалась очень долго с этим человеком. В интернете познакомились? Нет, мы познакомились живую. Я ездила на день рождения с своей подругей. Мы там отмечали... В Монте-Карло. Да, отмечали компанию. И я там очень сильно заболела, отравилась. И я осталась в отеле. То есть я не отмечала день рождения, а он приехал к своему другу. И вот так вот мы утром познакомились. Ну, ничто не предвещало, да? Нет, мы общались очень долго. Потом, перед тем, как я к нему полетела, мы хотели просто попутешествовать две недели. У меня очень долго родители с ними общались. То есть они были против, они меня не отпускали. То есть я пошла против их воли, так сказать. Хорошо, вы приехали. Я приехала, мы общались, все было замечательно. Вы приехали к нему и остановились у него жить? Нет, ну, в Женеву я прилетела, мы в отеле были. Потом путешествовали, в компании. То есть вместе все отдыхали. Вот. И спустя на недели две-три, ну, я поняла, что действительно у нее чувство... То есть у нас была полная идиллия. А разница в возрасте... Девять лет. Девять лет. Да. То есть он каждый день общался с моими родителями. А у него в Монте-Карло что было? Он учился там, у него просто квартира там была. Съемная? Да, съемная квартира, он то есть сам зарабатывал. Он не богатый человек. И далеко не богатый человек. А учился? Учился там. То есть ему отец обеспечил учебу. Он не богатый. За счет родителей, да, наверное, учился? Значит, она не меркантильная девушка все-таки. Она за чувствами. Он там просто живет. Для него, наверное, уехать оттуда, хотя он не тянет жизни в Монако, совершенно не тянет. Для него уехать это какое-то поражение. То есть он может там... Ну, окей. Вы поселились вместе с его другом? Да, мы... Ну, как поселились? Мы поселились вместе, а он приезжал к нам в гости. То есть вот так вот получилось. А как так получилось, что когда ваш молодой человек уехал в командировку, вот этот друг стал там... Ну да, ему просто очень нравилось, и поэтому такой инцидент получился. И вы об этом рассказали своему другу? Да, он не поверил, потому что у них были очень тесные взаимоотношения, они были друзьями такими, что там... Но общаться стали реже. Общаться стали реже, потому что, естественно, все время он посвящал мне. И вот у вас любовь, потрясающие отношения, вы путешествуете, живете за его счет. Естественно. Ну, у меня были свои средства какие-то. Естественно, я там ему и подарки какие-то покупала, и вещи, и продукты, и там что-то оплачивала. То есть были деньги. Не было желания поучиться так же, как он там? Было желание. Я поступала туда же, сдавала экзамены, репетиторами занималась туда, чтобы учебу. Но он был против того, чтобы вы изучали языки, потому что считал, что вы и так слишком умная, и чтобы вы куда-то ходили, в гости, гулять. Да? Да. То есть он мне сначала сказал, все, в институт. То есть я хотела очень в институт. Я говорю, давай, есть возможность. Там, тем более, мы уже жили, я готовила, я убирала, я все делала. Я говорю, давай я буду, ну, в институт. Он говорит, да, да, давай. То есть, а потом, когда я уже понесла документы, он, ну, сложил так ситуацию, что меня просто не взяли, и все. И вот вы, девочка, 18-летняя, понимаете, что он вас вокруг обложил, что у вас никакого роста, никакой перспективы. То есть ни своей красотой вы не можете там, да, как-то не воспользоваться, грубо говоря, ну, то есть, устроиться на работу, там, модель или кем-то. Не получить образование. Почему сразу не... Уезжала. Уезжала буквально вот, как началось вот это давление какое-то, начинала запрещать языками заниматься и куда-то выходить элементарно в магазин. То есть сумасшедшая ревность, ты куда-то уйдешь, ты там. Я уже собрала вещи, уехала, он возвращал. Понятно. Сколько вы прожили своим молодым человеком, когда узнали, что он женат? Я с ним познакомилась, прожила еще после того, как я узнала, где-то 5-6 месяцев. Вот так вот. Я с ним познакомилась, мы с ним познакомились. Он никогда не говорил, что у него... Никогда. Никогда не говорила. Вы спрашивали? Я спрашивала, естественно. Он говорит, что у него просто... А когда появилась вот эта 100-килограммовая женщина? Она просто приехала домой, я готовила ужин и стали звонить в дверь. Вот. И я думаю, кто... А я смотрю, у него глазки забегали, он так занервничал. Я говорю, что случилось? Он говорит, да, там гости пришли. Я говорю, да, какие гости? Ну, я вышла, она там стоит. Но мы с ней пообщались, на самом деле. А как вы узнали, как она представилась? То, что она... Как она себе... Что она его жена. Она как в языке она говорила? На русском. Она армянка была, которая знала русский язык. Просто представь, каково и было, когда... Представь, да, ты сидишь дома, и к тебе приходят... Просто... Здравствуйте, я ваша тетя. Да, здравствуйте, я жена того, с кем вы проживаете. И мы с ней поехали в кафе. Мы с ней пообщались. И она сказала, что я его не люблю, я с ним жить не буду. Были средства у него, а сейчас у него их нет. Отец перестал его спонсировать, давать ему деньги. И выяснилось, что он женился на ней без любви? Не, ну, у него были деньги. Сначала, изначально. У него 3-4 года были деньги. Ему отец давал, он покупал ей украшения, машины, квартиры. И двое детей, как выяснилось, да? И двое детей. Про которых вы не сном не духом. Но она без претензий к вам сказала, живи, детка, всего тебе хорошего. Просто пусть помогает детям, да? Да. И вот вы возвращаетесь, посуда вымыта, все уже наготовлено. Нет, все было по-другому. Я пришла домой, его не было. И вот когда вы узнали про двоих детей, детка, про то, что он на вас нелестно отзывается за глаза, что он общается со своей женой и обсуждает вас. Страшное дело. Да. Я вам пришел домой, и я собираю вещи. Он говорит, а ты куда собралась? Да, я уехала на следующий день. Вот. И 2-3 недели мы вообще не общались. Он обрывался в телефоны, прислал цветы и подарки, звонил родителям. А куда присылал? Белгород. Владлен. А приезжал за вами, нет? Да. Приезжал на Новый год, лично познакомился с родителем, просил руки и сердца, говорил, как он меня сильно любит, что у нас все замечательно, что он такой дурак. Нет, вы смотрите, если вы были в него влюблены, вы могли войти в его положение. Он ведь не просто вас вышвырнул, он вас хотел возвратить. Он к вам приезжал, делал предложения, подарки. Почему не простили? Что здесь, что он такого совершил страшного? Как только я возвращалась, 3-4 дня все хорошо, на 4-5 день поднимает на меня руку. Все, у него опять срыв начинает. Я опять уезжаю, опять он плачет. Вы говорили о разводе, о том, что вы готовы начать с ним новые отношения. Да. После того, как он поставил... Я уезжала, более того, я уезжала на месяц. Он обещал развестись. Он обещал развестись. Не разводился. Не разводился. Как объяснял? Сказал то, что очень все сложно, очень все сложно. Ну, в общем, как обычно. То есть она была любовницей, ничего себе какой был род. Ну, где этот человек? Регин, сколько лет вам? Мне 14. Не повторяйте, да? Не повторяйте судьбу. Не начинайте с этого. Ваше дело, конечно, вы никогда не послушайте. Это я вам хочу сказать, слава богу, что Владлена вернулась не истеричкой, не наркоманкой, не спилась без ребенка. Понимаете, с нескалеченной судьбой. А вот, девочки-то, откуда у вас были? У вас же бизнес какой-то был, да? Да, у меня сейчас интернет-магазин косметики открыла тоже. А-а-а. То есть у вас ничего не разорилось, да? Нет, я поддерживаю. Просто вы продекларировали, что вы менеджер страховой помощи? Да, я работаю на постоянной, и в Белгороде у меня вот интернет-магазин... Молодец. Нет, я, вот знаешь, вот это, молодец-молодец. А чего молодец-то? Тот, кто бизнесом занимается, это требует вообще практически 24 часа. Я не знаю, как можно бизнес дистанционно. Девочки. Ну тогда пускай не говоришь, что там бизнес. Почему? А как она должна это назвать? Не, ну у меня же есть заработок. Художественная самоделька. Да, вот именно художественная самоделька. Почему? Стабильный заработок. А тогда зачем вам богатый, если у вас так все шоколадно? Почему богатый? Мне не нужен богатый, но у меня есть человек, состоявшийся уже в этой жизни. Андрюш, ты состоялся как человек? Два года назад. Он состоялся как человек, но и все, ему уже надо создать семью. Красота – это божий дар. Вас Господь наградил и внешностью, и нравом. Вы хорошая девушка, я это вижу. У вас не блуждающий взгляд, вы человек сосредоточен. Я думаю, что вы многого добьетесь, но и вы, в свою очередь, что-то должны в себе уже изменить, понимаете? Чтобы как по стрекозу в басне Крылова, в известной, не получилось. Не пропорхайте по этой жизни, потому что молодость, очарование, вот это все, оно проходит, знаете, вот поворот головы и все. Вот, поэтому человека взрослого хотелось бы лет 30, может быть, чуть-чуть поменьше, который будет вас ценить. Но и вы, в свою очередь, старайтесь. Хорошо? Я хочу понять, нужен богатый или не нужен? Потому что была заявлена просьба найти богатого. Ну, нужен просто человек, который, у него есть стабильный заработок, стабильная работа. Нужен богатый, но еще, чтобы по любви, чтобы был хороший человек и красивый. Послушайте, А ей 20 лет всего. Правильно. А в 20 лет только о таких мечтают. Поэтому, что ты пытаешь? Да, чтобы был богатый, но при этом, чтобы был хороший человек, чтобы она его любила, чтобы он был в пилюстремленный. Ну, принц, на белом коне, ну, по крайней мере, на белом дорогой машине. Не буду Марку озвучивать, собственно. Да, а вот нам сейчас Василиса, расшифрует все. Ну, я хочу верить, что Вы сделали из истории выводы и относительно своих действий. Вы, конечно, человек очень активный и предприимчивый. Вы это про себя знаете. И я думаю, что в той самой ситуации Вы тоже вовлеклись в отношения и мужчину вовлекли силой своей харизмы. Вы очень много приложили усилий для того, чтобы его удержать. Я понимаю, что Вам было тем более горько оставаться у разбитого корыта, потому что, конечно, Вы очень хотели его и видели все препятствия, и заранее понимали, с чем связываетесь. Я советую Вам на будущее сдерживать силу своих желаний, насколько это возможно. Или, по крайней мере, желать внутри себя, но не давать этому ход. И, конечно, у Вас в гороскопе высокая Венера, Вы свою женственность всегда высоко будете нести, но она в оппозиции с Луной из четвертого дома. Мама пыталась Вас действительно сдерживать, как могла. И я считаю, что вся эта история про то, что маме нужно доверять иногда. Я считаю, что самый большой вывод Вы должны сказать именно, «Мамочка, я теперь тебя услышала, и я буду делать так, как ты говоришь». Это не значит, что она поработила. У Вас золотые. Ну вот, Вы должны понимать, да, дети вырастают, да, они выходят из родительского гнезда, но родители далеко не всегда так неправы, как в 20 или в 18 лет, хочется думать. А я бы добавила, что большинство даже сейчас есть такая статистика. Браки, которые были созданы благодаря родителям, кстати, в этих браках очень счастливы, как и в старину. Стоит все-таки прислушиваться к нам. Согласна. Очень скоро нашу невесту ждут три незабываемые встречи, и, возможно, одна из них изменит ее судьбу. Не пропустите. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Владлена. Встречайте первого жениха. Удачи. Кем вы? Здравствуйте. Я со своей подругой Татьяной и... Сейчас. И Станислав. Очень приятно. Давайте на вас посолим. Не волнуйтесь. Да, я на самом деле очень волнуюсь. Валерий, 25 лет. Руководитель крупной компании по организации тренингов и семинаров. После напряженной работы привык отдыхать в лесу. Мечтает купить домик на берегу моря, где его всегда будет ждать верная супруга. Валерий подарил своей подчиненной целый бизнес и женился на ней. Получив все, она перестала его ценить. Надеется, что для Владлены чувства стоят на первом месте. Валерий, 25 лет. Валерий, 25 лет. Не вы, а помощница. Да, это было 3 года назад. И, соответственно, моя заместитель принимала ее на собеседование. И, соответственно, на следующий день, придя на работу, я увидел ее. Как-то так, с первого взгляда подумал. Интересно. Девушка была из провинции, приехала устраиваться на 10 тысяч рублей? Это был 2008 год, кризис, потому что я запускался во время кризиса, тогда зарплаты были совсем нищие, поэтому она пришла на 10 тысяч рублей. И была счастлива? Да. Как скоро стали с ней встречаться уже? Практически сразу. И она практически сразу приехала к вам жить? Нет, мы просто вместе снимали и жили вместе. А как вы считаете, она к вам переехала и с вами отношения закрутила, потому что влюбилась в вас? Или, ну, если не с начальником, то с кем? Если не с таким парнем, молодым, красивым, тогда с кем? Как вы считаете, с самого начала была выгода с ее стороны? Ей нужен парень, и как ты, Леша? А? По-любому. Мы вот за тебя вообще прямо будем сидеть в бух-бух-бух. Все мои друзья, родные и близкие говорили о том, что говорите вы сейчас. То, что, Валера, ты одел розовые очки, с самого начала ты этого не видел. Правильно, любящее сердце не слушает никого и правильно делаете. И вот, вы настолько ее любили, что купили ей бизнес, какой-то салон, да, по-моему? Она сама добилась того, что она создала этот бизнес. При некоторой вашей помощи, скажем так. Ну, понятное дело, что везде все я оплачивал. Нет, послушай, Василиса, может как быть. Допустим, вы ее содержали, а она свои деньги откладывала. Да, ну, примерно так. Вот примерно так. То есть все равно не без вашей помощи. Когда мы с ней начали встречаться, я не планировал с ней каких-то сам супер протяженных отношений. Просто я тогда до этого расстался с предыдущей девушкой, пять лет вместе встречались. Ну, и потом, когда чуть за двадцать, никто не планирует. Да, вот. И мы начали как-то встречаться, и через полгода я принял решение, что вот я на ней останавливаюсь. И в этот момент что-то вот как-то перевернулось, потому что, видимо, она почувствовала у нее, она почувствовала, ну, у меня тоже, я принял решение, что я только с ней. Перестал смотреть вообще на других женщин и так далее. И она начала где-то со мной спорить, или еще где-то. А вы хотели как? Чтобы она так на правах девочки за десять тысяч и существовала в реальности? Нет, одно дело... Люди растут, послушайте. Одно дело соглашаться с мужчиной, одно дело перебивать и настаивать на своем. Ну, это несколько раз. А иногда, если женщина права, почему бы не перебить и не настаивать на своем? Она стала успешной, причем, в общем, чувствовала свою заслугу. Поэтому она почувствовала ваш интерес к себе, потому что пока она не была успешной, большого интереса к ней не было. Нужно развиваться, чтобы ей тоже было интересно. Да, конечно. Поэтому и расходятся порой, потому что интерес пропадает просто на другую. Да, потому что никакого опыта у него и у нее. Как развивались дальше отношения? Почему вы не вместе с ней? Все хорошо. Бизнес, который помогли открыть, не прогорел. Надо жениться был сразу. Конечно. Братья с преданным. Почему не делали предложения? Сразу, потому что... Мне тогда важно было, чтобы я чего-то в жизни добился, потому что... А что, стали переживать из-за того, что она вас переплюнула? Нет. Я просто... Ну что тогда? Она стала вас оскорблять, унижать, попрекать? Такое началось, да. А что, в какой форме? Ну, в форме... Я же тебе говорила, или... А вот он такой, а ты такой. Сравнивала вас, да, с более успешными мужчинами? Да, с более успешными мужчинами. А вы ей в ответ что? Да ты на себя посмотри, вспомни, где я тебя подобрал, да, под забором? Нет, я такого не говорил. Нет, потому что мне все мои предыдущие мужья обещали, что я сдохну под забором без них. Почему-то. Такого не было, и просто я уходил побыть самим собой, чтобы восстановиться, потому что... Хорошо, не жалеете о том, что вы расстались? Нет. Опыт этот что-то в вашей жизни... Это прекрасный опыт, который дал мне понять, кого я хочу видеть рядом. Вот он, что он говорит, что он не сделал предложение, потому что он как человек не состоялся, значит, он не уверен в себе. Да, конечно. И по-любому он уже ей не подходит. Перед вами сидит Владлена, ближе к делу. Я хочу видеть девушку, которая будет вдохновлять меня, потому что я знаю, что... На что? Вдохновлять на какие-то большие достижения, большие, которые, чем есть сейчас. Вы знаете, чем можно вдохновить? Да. Когда вы приходите домой, дома не карташины, не макаронины, ребенок орет, жена вся растрепана, потому что нет шампуня приличного, дверь открыта, потому что замок сломан, а не на что вставить новый. Вот тогда вас может вдохновить, чтобы пойти и где-то заработать. А все вот это вот остальное, что муза ходит вот такая прекрасная, она может только вас вдохновить на поход в спальню, понимаете? Валерий, вы руководитель компании по организации тренингов и семинаров. Да. Вот для меня это люди бла-бла-бла, это значит, лишь бы не работать. Вы заканчиваете какие-то курсы по психологии и так далее. То есть, лиши вас всех этих людей, которые вам приносят деньги. Вы сами по себе ничего не умеете. Вот я с такой подозрительностью отношусь... Это ваше право. К этому бизнесу, да, сами ничего не умеете. Это всегда воздух продавать. Но тренинги должен тот проводить, кто чего-то познал в этой жизни. Ну, значит, он познал. Хорошо, кто-то стал более успешным. Вот есть уже какие-то примеры, посетив ваши курсы, человек изменился. Да, у меня есть примеры. Я вырастил 8 миллионеров, которые являются моими друзьями. А сами чего не миллионеры? У меня все хорошо. Какую ты видишь для себя модель семьи, идеальная семья для тебя? Это что? Чем должна заниматься жена, чем должен заниматься муж? Жена должна заниматься детьми. То есть, она не должна работать? Она будет заниматься тем, что ей нравится. Это не будет как способ заработка и так далее. То есть, лучше буду все зарабатывать я, а женщина будет заниматься чем-то своим. Ну, просто тихая домохозяйка вам ведь не нужна. Ну, правда. Тихая домохозяйка, да, не нужна. Ему нужна домохозяйка, которая еще будет немножечко шить, понимаете? Поэтому, все будет хорошо. Покажите сюрприз. Честно говоря, я очень сильно волнуюсь. Мое хобби – это рэп. И я раньше выступал на радио в Питере. Я три года не читал. Я очень боюсь, что я буду запинаться. Я очень сильно волнуюсь. Но эту песню я просто написал вчера и не успел выучить. Поэтому я буду очень стараться. Помнишь тот день, когда последний раз влюбился, оказался не то, и ты снова закрылась? Да, были бы обиды, слезы, боли, расставания, но ведь это дало понять, кого ты хочешь видеть рядом. Дай себе счастье, солнце, просто откройся. Чувствуй, как любовь приходит в твое сердце. Чего-то мне не нравится. Воу, 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 нет. Ты только представь, что вот уже скоро мы с тобой вместе, в нашем с тобой доме. Держимся за руки, идем с тобой вместе. Скажем спасибо программу. Давайте поженимся. Валерий, Эминем отдыхает. Спасибо вам большое. Проходите в свою комнату. Она на тебя такими влюбленными глазами смотрела. Да, да, да. По-моему, тут без вариантов для остальных женихов. Регина, детка, как вам? Мне кажется, ему очень понравилась Ладлена. Это было видно. Но, мне кажется, не ее немножко. Почему? Может, он слишком стеснялся, мне кажется. Хороший парень. Молодой хороший парень. Я думаю, у него будет все в порядке. А вам как, Ладлен? Я согласна с вами полностью. Я считаю, что очень перспективный, хороший молодой человек. Если я влюблюсь, действительно я полюблю, потому что я испытала это чувство, то несмотря на какие-то финансовые сложности, несмотря на что... Да вас на бедность не туркая. Ну, что вы сидите, говорите. Вот я бы поверила вам, если бы в качестве свадьбы взяли бы, ну, или маму, или подругу мамы, или, по крайней мере, подружку вашего возраста. А сестра? Вот 14 лет ребенку. Ну, что? Так она сама еще волновена ребенок. И что она тут советовать может? Ну, а ей 20 лет. Я явно либо пришла показать нам сестру, как вообще, как выбор надо осуществлять, что я, в принципе, не против. Но если вы по-серьезному пришли, то и советчиков надо брать более серьезных. Она бы могла, он по телевизору посмотреть, или он там в зале посидит. Владленочка, вы так не тушуйтесь, потому что я на вашей стороне. у вас есть то, чего нет у Розы. Есть красота. А что, деточка моя, что ты плачешь? Я наоборот, сейчас тебе буду помогать с точки зрения брака по расчету. Ты чего расстроилась? Я знаю всю жизнь. Я, наверное, все-таки знаю, что нужно этому человеку рядом. Конечно, она ребенок. Я находилась с ней всю жизнь. Ну, давайте я сейчас тоже расплачу, что вы ей дадите хороший дельный совет. Тебе понравился, Женик? Да. Прекрасный молодой человек. Но только роли по-разному в семье распределяются. Он будущий гениальный теоретик, идеолог для семьи, где материальной базой, не обязательно материальной даже, событийной базой будет женщина. И мужчине очень важно понять, что он потенциальный муж королевы. И для того, чтобы стать королевой, не обязательно выходить замуж за короля. Иногда нужно за такого потенциального мужа королевы выйти замуж. Потому что именно эти мужчины и женщину свою способны раскрыть, правильно вычислить. Что ты говоришь? И быть ей правильной подмогой и поддержкой. И она будет вот эту самую базу обеспечивать. Не обязательно сразу представлять себе его как меркантильного, желающего жениться на женщине не с деньгами. Ему нужна девушка с рассудком, разумом, практическая, потому что она его и направит. И я считаю, что его сокровище это женщина, и ему очень важно не продешевить. С точки зрения выбрать не легкомысленную девчонку, а именно серьезную и правильную. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. И не пропустите новое знакомство через несколько минут. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Владлена. Встречайте второго жениха. Удачи. Здравствуйте, Андрей. С кем вы? Это мои друзья Андрей и Марико. Очень приятно. Давайте нас посмотрим. Андрей, 37 лет. Продюсер шоу-программ. Увлекается машинами философии и мифологии. Пишет сценарий. Мечтает поставить собственный мюзикл. Не терпит в девушках легкомыслия. Предупреждает, что внешне он спокойный, а внутри бурлят эмоций. Андрей разорвал отношения с девушкой после того, как та слишком назойливо вмешивалась в его дела. Надеется, что Владлену заинтересует он сам, а не его работа. А чего она хотела, вмешиваясь в ваши дела? Войти в бизнес, чтобы вы ее устроили, сделали звездой. Расскажите. Она хотела рулить этим бизнесом. Изначально мы работали вместе. Работали. Потом работа переросла в какие-то отношения. И я сделал ее арт-директором своей компании. Она управлялась хорошо, все делала классно. Все было хорошо. Но иногда личные отношения мешали работе. А вы зарплату ей платили? Да, конечно. Или все в дом? Нет, я ей зарплату платил, чтобы она могла самостоятельно в том числе купить себе сумочки, туфельки, помаду. То, что женщинам необходимо. При этом она была хороша с собой, молода. А и работала танцовщицей. Пришла устроиться к вам танцовщицей. Да, да. Ну так и что, и радовались бы? Ну, дело в том, что когда начались пересекаться работы и личная жизнь, то возникали противоречия. Она говорила, что нужно делать так, а я считал, что нужно делать так. А ума не хватило, например, вот работу оставлять за порогом дома, а домой приходить и начинать проживать свою личную интимную жизнь? Нет, почему нужно было тащить? Ну, не хватило. Да, он реально как папа ей. В 17 лет. В 17 лет просто сделали ребенка. У вас мечта такая есть, жить в собственной усадьбе, чтобы вам слуги прислуживали, правильно? Да кто бы не мечтал вообще в России об этом. А что, Нурак, заработали? Ну, домохозяйка, домохозяйка хотя бы, да. Чтобы был человек, который... То есть у вас уже есть, вот я еще пока не заработала, а вы уже в 37... Домохозяйка не так дорого стоит. Правда? Да, она приходит, два раза в неделю готовит, убирает. То есть мы уже готовы взять нашу невестушку. Ну, не должна же она целыми днями стоять у плиты. Андрюш, почему так получилось, что 37 лет зрелый возраст, у вас не было прошлого такого, за который можно было зацвестить? Ну, был вот такой вот роман, был такой сякой, не были женаты, нет детей. В чем проблема? Я не знаю, видимо, неуживчивость какая-то, видимо, какие-то... Вот, какой молодец. Первый человек... Я виноват в этом, это я понимаю. Но как исправить, не понимаю. А ты просто времени пришло, возраст, не пришло время ценить ту, которая рядом. Знаете, когда побоитесь потерять ту, которая будет рядом, вот, например, Владленочку, да, и характер поменяется, поверьте мне. Не слишком ли молода Владлена для вас? Ну, дело же не в количестве лет, а в самосознании. Конечно, дело в количестве лет, потому что дельфиньи тела бывает только лет до 25. Потом все это искусным путем можно, но зачем, если есть по-настоящему молодые девочки? Нет, почему молодые нравятся, потому что они еще только начинают путь, и у меня есть возможность им показать... Как глупый вопрос я задала. Он не из-за тела. У него какой-то комплекс. Он просто неуверенный, мне кажется, в себе человек. Потому что девушка, она еще маленькая, особо в жизни не повидала. Вы сказали, что увлекаетесь мифологией. Какой миф ваш любимый, какой вы могли бы сравнить со своей жизнью? Потому что мы все проживаем какие-то сценарии мифологические. Ну, мне кажется, я... Если вот сейчас вот об этом думать, я такой Кощей Бессмертный, который сидит в своем замке, и не зря же, да, он молоденькую девушку там украл, и она у него там лежит, спит, или там, в зависимости от того, как сказать. И ждет спасателя. И ждет спасателя. А я не понимаю. Вы чахнете над златом, да? Видимо, да. Такой эротоман. И сам не могу воспользоваться. Ну, это... Вы все мужчины этим грешите. Только одни осмеливаются об этом сказать, а другие говорят, нет, тебя, старушка, люблю. И только тобой грежу, и тебя вижу во сне. И ничего, что тебе 96 лет. Поэтому, Андрюш, ну, что вы оправдываетесь? Вот тебе 20 лет, да? И тебя не смущает разница в возрасте? Почему ты тогда выбрала мужчину, который был, ну, намного старше тебя? На 9 лет. Было о чем поговорить, пообщаться? Как вы понимали с ним друг друга? Общались 24 часа в сутки, постоянно вместе. А сейчас 17. Постоянно вместе, и были всегда общие интересы. То бишь, вы более-менее были гармоничны друг к другу? Более даже... Пока не знали о жене. Более даже, да, гармоничны. Простите, пожалуйста, а у вас есть любимая девушка? У меня, к сожалению, я уже в разводе. У меня тоже сердце открыто сейчас. Я просто... Вот сидит прекрасно Андрюша, и его друг тоже, Андрюш. У нас бывают такие случаи, когда приходят, заходят в пункт и уходят из друга. Потому что, потому что внешнего, ребята... Когда родились, и сколько вам лет? Родился 8 декабря 80-го года. Мне 33 года. Ну, кстати, неплохо. Стрельцы нам подходят, я хотела сказать. Начинается с отступки. И помоложе опять же. Ну, кстати, реально, вот этот вот друг немного внешне лучше. Вот, получше. Андрюш, пока. Тебе нравится? Андрюш, алё, ты чё, как тюпяк сидишь? У меня кресты с подноса увозят. Да никто не увидел, они же друзья мои. Он меня уволит с работы. А, это хорошо, а, это хорошо. Знаете, что, в конце концов, он и не единственный работодатель. Вы всё-таки на Первом канале. Поэтому облизываемся, пока показывает. Ваш друг-сюрприз. Сейчас я попрошу моих друзей, Андрея, сделать подарок для Ладлены. И, надеюсь, если у нас по её лучшейся отношения. Опять подстала, да? Себе подстала. Но я надеюсь, Ладлена правильно поймёт его и оценит. Я прошу пройти на сцену. Эй, чёрт, его выхватит тоски. Мои чейки, подруги, не спи. И на грузовом создан лишь для любви. Мои чейки, подруги, не спи. Вливайся в мир, стиляк. Вот, чуваки, рецепт носки. Пускай влюбить цветные носки. Не летал, сешбогатый броски. Буги-буги. Эх, Андрей, Андрей. Спасибо вам, парни, огромное. Да. Взял и собственными руками. Марика. Андрюша. Приветик. Я думаю, ещё увидимся. Мне кажется, что всё равно для меня даже молодовато она. Молодовато. Молодовато. Ну что, Регинчик. Мне кажется, она вот теперь точно уволит. Что, понравился? Да, мне, между прочим, понравилось всё по молодых человеку. Один более, он ближе ко мне. Я сама очень люблю петь, танцевать. Ближе что-то ко мне. Фляски, танцы, всё. Нет, не ближе. Ему 33 года, а вам 14. Нет, ну, я говорю по моей сфере деятельности, то, что я люблю. А второй молодой человек, который вот именно Андрей пришёл бороться за мою сестрёнку, он такой, мне кажется, уже более взрослый, уже такой осмысленный. Это хорошо или плохо? Для Владлены, не знаю. Наверное, всё-таки, мне кажется, много. Старовато. Немножко, да. Понравился? Старенький. Старый для меня. Ну, может, хороший, но это не моё. Роза. А я считаю, что Андрюшу не следует сбрасывать со счетов. Знаете, сейчас другая тенденция. Брак по расчёту – дело неплохое, на самом деле. Почему? Потому что сейчас в браке люди и всегда искали стабильность определённых ритуалов. Андрей всё это уже проходил. И он, как вас, как картинку, как прям, как куколку будет холить или леять и обожать. Я считаю, что это имеет смысл. Если, конечно, опять декларировали то, что декларировали. Владлен, не хотите в 40 лет быть старой, злобной, больной женщиной, поверьте мне. Молодые должны жить с молодыми. Вместе строить, вместе стариться, вместе взрослеть, вместе чего-то добиваться. Тогда гармоничные отношения, они будут и в 60 гармоничными. Будете злиться, будете смотреть по сторонам, будете, вы, девочка, порядочно изменять не станете. Но вам зачем наживать все эти проблемы? Да, числа имеют над нами удивительную власть психологически. Например, Андрей второй, вас старше всего на 13 лет, но это, кажется, чуть больше 10. А Андрей первый, основной жених, ну, на 17 лет, на несколько лет старше. Практически отец. Почти на 20, да. И вот эта разница, кажется, уже вопиющая. На самом деле разница энергетическая. Вам нужен мужчина активный, бойкий, пробивной. И разница между стрельцом и раком, между двумя Андреями, тоже нам была очевидна. Вот эта разница между тем мужчиной, между тем образом, к которому вы стремитесь, и тем образом, который тоже желает себе женщину другую. Поэтому Андрею нужна такая способная помощница, способная, не хочу сказать, прислужница, но тем не менее. Женщина, которая будет создавать ему уют, которая будет делать его всегда и во всем главном, и разбираться в хитросплетениях его личности. Это не вы. Ну, чтобы на такой ноте печально не заканчивать про Андрея, я хочу сказать, что он мне безумно понравился. Если у него будет возможность и желание прийти к нам в качестве жениха, я думаю, на него, как мотыльки на свет, слетятся огромное количество достойнейших женщин. Потому что вы сами по себе, Андрей, прекрасный человек, но... Совсем скоро нас ждет еще одно знакомство, которое может стать судьбоносцем. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай пожениться», я предлагаю Владлене встретиться с третьим женихом. Проходите. Давайте на вас посмотрим. Алексей, 23 года. Профессиональный танцор. Любит активный отдых, интересуется модой и мечтает прославиться на весь мир. Гордится своей добротой. После того, как возлюбленная Алексея узнала, что он общается с бывшей девушкой, она обиделась и ушла по-английски. Надеется, что Владлена не будет ревновать его по пустякам. Леша, Мирана, 23 года. Зачем жениться? Ну, просто, как бы, ну, мне уже давно хотелось бы найти девушку и уже начать не просто, ну, шо-рум-бу-рум ходить по заведениям, а уже более относиться повзрослее, да. Мимо. Мимо. Мимо, Леша, мимо. Леша самому, да, ему прям нужно развиваться, достигать, да. Он еще панцанчик. Он реально еще маленький мальчик. Леш, у вас была девчонка, у вас был роман, но она ревновала вас к прошлому. Да, ну я просто сам даже не ожидал, то, что просто каким-то взглядом просто... Ну, у меня была та девушка, да, мы с ней просто общались. Я просто в заведении один раз увидел. Ясно. Леш, ну, вы вообще должны знать, что девчонки, в принципе, ревнивые, и вы еще так молоды, что у вас будут... Вы, кстати, ревнивая? Очень. Да? У меня девушка, с кем последний раз, ну, я встречался, была водолей. И я просто сразу, когда узнал знак ЗДЯК ее, думаю, знаешь, это... Она близнецы? Да. Да. Она не за это пришла. А я тут все про меня говорила. Нет, там мне показалось просто... Меня водолей. А, у тебя же имя просто на выночность. Я просто не обратил внимания, может быть. Ну, смотрите, ваша бывшая приревновала вас к девушке, с которой вы встречались до нее. А Владлена в 18 лет предложила жене своего возлюбленного пойти в кафе и выяснять там с ней отношения. Это ж надо, как у нее не тряслись руки, какое самообладание. Они не знают, для чего она это делала. Я бы, например, сошла с ума. Я так думаю, что это такое девичье любопытство. Не зря же Владлена сказала, да да, да была такая корова стакилограммовая. Просто она была, наверное, маленькой, глупой и не думала ни о чем. Просто ей было, наверное, было интересно пойти и пообщаться. Потому что, ну, если никакого у нее не было, как говорится, в жизни... Нет, я просто боролась за свое. А, боролась? Да. Ну, на 9 лет старше бороться? Да. Зачем или чего? Мне кажется, она какая-то депрессивная. Ну, замороженная. Она какая-то... Как будто до сих пор вот в тех отношениях, она как будто вот вчера ушла. Мне кажется, как будто ее заставили. Леш, какие планы на жизнь? Развиваться, достигать всего самого лучшего. А поконкретнее? Поконкретнее? Ну, хотел бы я, чтобы открыть свой бизнес. Какой? Ну, мне нравится очень заниматься товаром. Получается, одежда. Я люблю одевать людей красиво, чтобы это смотрелось. Стилистом будете, да? Ну, что-то просыпается сейчас во мне, и я реально смотрю то, что... А соревнования у вас, он у вас фигурка какая хорошая. Соревнования. Да. А что за соревнования? Вы, говорит, в чемпионате участвовали. Ну, соревнования я участвовал по электроденсу, это новое направление, которое еще неизвестно, электроденс. Ну, что это такое? Это мы можем показать. Покажите, пару элементов. Я могу встать или... Да, ну, конечно, как и фигурка. Ой, ты не смотришь. О, молодец. Молодец, не ломака ничего. Ой, такой младненький. Да, и получается, ну, я сам не ожидал, получается, ну, я сначала танцевал, как говорится, гу-го, да, в начальных заведениях, потом узнал... Гу-го? В 13 лет я стал работать. Гу-го! Слушайте, что же вас столкнуло в 14 лет работать в заведении? Фигура, глянь, какая! В 14 лет, Роз. Потому что я пришел, ну, чисто случайно попал в наш заведение, увидел того человека, кто танцевал, получается, и вот сейчас... Сладели, как он сейчас ходит, бродит? Нет, а он просто работает, и потом я, допустим, узнал, ну, во сколько лет можно попасть на работу, мне просто понравилось танцевать, и получается, до сих пор сейчас я уже... Ну, вы же видели дядек там, слышали их гнусные разговоры, взгляды, наверное, на себе липкие ловили. Ну, это очень многое, честно. Да, потому что беленький, молоденький, голубоглазый, дурачочек приехал, сладенький, я бы даже сказала, да, представали? Гадость гадская, правда, бе-бе-бе? Поэтому надо женить срочно. Не, он хорошенький, он хорошенький, миленький такой парень, но он не для этой девушки. А это сидит хихикает, слышишь, сама-то в Монако поехала, прям по большой любви, да? Застила, жизни красивой хотела. Зато хотя бы ей стало немножко смешно, а то вот я, сколько мы смотрели, один, второй, и ничего. А здесь уже хотя бы улыбка на лице. Ты, мое счастье. Ну, так давай о перспективах, о планах на жизнь. Значит, хотите заняться одеждой? Да. Не надо туда в этот бизнес вам. Не надо. Лучше, знаете, продавайте... А у нас интернет-магазин есть, будешь помогать развивать? Будет стринги какие-нибудь со стразами выкраивать. Нет, ну, интересно. Это тоже интересное занятие. Подожди, а друзья-то у него вполне взрослые. Сколько еще будете танцевать вам? Лет еще 17, до 40 можете блистать. Ну, я думаю, это не коснется моей личной жизни, потому что это просто увлечение. Ну, хорошо. Леш, вот сейчас вы с другом снимаете комнату. А представьте, вот приведете Владлену куда? Если у вас все сложится. А чего? У нас же квартиры нет? А почему бы не против, если она, допустим, она живет здесь, да? Ну, если она, допустим, работает. Ну, мы это сделаем, если получится. И, а вот почему бы вместе не снимать, а потом уже в дальнейшем и получится. Нет, я-то только за. Вот и в чем проблема? А еще больше за. Я посмотрю на сюрприз, который вы приготовили. Я прямо уже... Мне нужно... А он сейчас с ней бизнесом. Легкий приват. Ну что? Леха готов. А вы? И я. Тогда проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ КАСИНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Стрептиз легенький. О, пожалуйста. Приватный танец. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Хочешь большой, но чистой любви? Да кто же ее не хочет? Тогда приходи, как стемняет, на сеновал. Молодец. Браво, Леха! АПЛОДИСМЕНТЫ Регинка, понравился ли тебе дядя Леша? Нет, на самом деле мне понравился молодой человек. Мне кажется, это самое, что нужно Владе. Возраст. Мне кажется, хороший молодой человек. Подходит. Милая, Лена? Замечательный, замечательный, очень хороший, очень добрый, веселый, перспективный. Красавчик, по-любому понравился. По-любому, по-любому, да. За как тебе этот парень? Ну, я прям тебя цитирую. Молодые должны жить с молодыми. Вот, пожалуйста, пускай живут. Не против. Мне очень понравился Леша. Если он будет еще и самообразовываться, если он будет смотреть хорошее кино, читать правильную литературу, не надо много, иногда. Хотя бы что-то. Я не хочу сказать мужчину, потому что молодость, обаяние, к сожалению, проходит. И не хочется видеть его сорокалетним, вот таким же зажигальным, но уже будет не смешно. Ребенок, вечный ребенок, и таким будет еще долго оставаться. И просто самообразовываться, Ларис, он не будет. Потому что Луна в соединении с Меркурием во льве высокая. Он несет этот образ ребенка. Он и сам чувствует себя ребенком. И он рад, когда им любуются. Как трехлетний мальчик, который ставит на табуретку в Новый год. И он рассказывает стих. Но действительно, это обаяние с годами будет как-то пропадать. И ему нужен человек, девушка, которая будет его потихоньку от этого отводить и показывать, что он может еще и другими гранями своей натуры как-то блистать. К сожалению, люди вот такого огненного склада очень плохо воспринимают что-то извне. Поэтому ему нужна женщина достаточно упорная, которая бы доносила до него это иногда силой. Почему не услышал? Он услышал еще как услышал. Он вас услышал. Регина, вы, конечно, девушка еще очень юная, но устами младенца, глаголит истина. Как вам кажется, кто бы мог осчастливить сестренку? Либо третий молодой человек, но мне кажется, это будут недолгие отношения, какое-то время. Либо друг второго, Андрея. Мне кажется, можно попробовать с ним. Что-то может получиться. Ваши впечатления от женихов сегодня? Как вам программа? Ожидания оправдались? Да, я очень благодарна всем, что я сегодня здесь присутствую, что я сегодня героиня этой передачи. И я сделала свой выбор. Роза. Я изначально была настроена на то, прочитав вашу историю, что я вас буду агитировать за брак по расчету. Кстати, чаще всего в процентном соотношении такие браки долговечны и счастливее. И на обеспеченного мужчину. Поэтому из всех по обеспеченности это, конечно, Андрей. И я считаю, что правильно. Потому что в вашем случае брак ищет выгоды. И выгода бывает неплохая. Тебе понравилась невеста? Ну, в принципе, да. Если бы она еще раскрылась, я бы сказал, да. А чем она тебе больше понравилась? Скажи мне. Ну, мне кажется, она скромная достаточно. И там, лет через пять она расцветила. Знаете, удивительный, интересный факт. Вам подходят огненные мужчины. И у нас сегодня было два таких. Алексей и друг Андрея, тот самый. Они оба по темпераменту, по активности, по выплеску энергетическому, то, что вам нужно. Но и у одного, и у второго водная Венера. Им нужны женщины очень нежные, очень тонкие, очень чувствительные. Они ждут от женщины такого эмоционального участия, которого вы сегодня, к сожалению, в программе не показали. Вы были очень нейтральны. Вот научитесь с ними не быть нейтральны. Потому что вы умеете быть и страстны, и ревнивы, и вытрясать из мужчины душу. Вот я думаю, что с каждым из них вам эти умения пригодятся. Себя слушайте. Сердце вас точно не обманет, поэтому проходите только дальше. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс их номером по телефону 4151. Алексей, 32 года, номер 2785. Генеральный директор проектно-строительной организации. Занимается саморазвитием, любит медитировать. Увлекается восточными единоборствами. Хочет встретить непокорную девушку, увлекающуюся психологией. Татьяна, 25 лет, номер 2784. Хостес в ресторане. Любит танцевать, занимается спортом. Предупреждает, что порой бывает очень ревнивый. Не приемлет хамства. Хочет познакомиться с серьезным молодым человеком, с которым сможет создать крепкую семью. Мы не знаем, выйдет Ладлена одна или с избранником. Я приглашаю всех выходить и давайте ее поддержим. Андрей, замечательный, но я хочу согласиться с твоего друга. Очень приятно с тобой познакомиться. Я Андрей. Владлена. Вот, привет. Так, ну идем. У нас есть пара Владлена и Андрей. Если вы тоже хотите обрискивать свои счастья, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс с именем героя на номер 4151. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, пожелимся. Удачи. Никогда не думала, что прожив 10 лет, можно увидеть такое. Говорит, ну, вот так вот, как бы. Может, ей хотелось ребеночка, а проблема в вас? Да нет, какая вам не проблема-то? То есть домой вы где-то к часу ночи приходите? Никакой совершенно, потому что... Почему какой? Нормально. Он остался у меня ночевать, и так и в конечном итоге остался жить, да. Перед этим не было денег, пока еще не было большого живота. Главное, что молодой ты не потянешь, это уж точно. Почему? Да перестань ты. Ну ладно. Я у него спросила, говорю, а не пора ли нам оформить наши отношения? Забыла перед этим фурчику закрыть, и он так... Нет, я как раз-таки ее закрыла. Он остался. Вдруг, как в сказке скрипнула дверь, Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорю с судьбой Ради этой встречи с тобой. Вдруг, как в сказке скрипнула дверь, Субтитры создавал DimaTorzok